Моё утро ближе к 30 начинается вообще ни разу не с кофе, а вот с такого исландского муха. Как у вас тела обстоят с этим? Всем привет! Как вы уже, наверное, поняли, у нас сегодня будет первый абердинский влог, поэтому у нас сегодня предстоит достаточно насыщенный день, и очень хочу взять вас с собой. Так что присоединяйтесь! Субтитры делал DimaTorzok Тут их очень-очень любят, и созданы практически все условия для комфортной жизни, прогулки с животными. Здорово, что за парками абердинья действительно слетят. Практически, наверное, каждый день можно встретить садовников или дворников, которые убираются, либо высаживают растения. Сегодня, кстати, в парке, можно сказать, многолюдно. Обычно практически никого не бывает, кроме мамочек и дедушек. Люблю наши утренние очень прогулки в хорошие погоды, так тем более. Утро обычно у нас проходит неспешно, мы играем, гуляем, а потом уже возвращаемся на обед и дневной сон. Так что мы пошли и встретимся с вами чуточку-чуточку позже. Слушайте, с ребенком, мне кажется, это как всегда. Мы сегодня должны были все вместе пойти смотреть новую квартиру. Эта квартира, в которой мы сейчас живем, она забронирована на короткий срок, то есть с сентября по декабрь. Так как в декабре мы планируем лететь снова в Россию, и, соответственно, вот на этот срок эта квартира была забронирована. Соответственно, в январе, когда мы прилетим снова, нам нужно будет подобрать другой вариант на более долгий срок. Мы решили, что нужно присматриваться уже сейчас, смотреть, какие варианты есть, по крайней мере, в нашем районе, потому что нам район в целом очень нравится. И мы хотели понять, как вообще работает вся эта система, как находить нужные варианты, как договариваться с риэлторами, какие есть условия у риэлторов и так далее. Соответственно, мы просто выбрали вариант, более-менее подходящий, вроде бы, по описанию нам, и договорились с риэлтором на просмотр сегодня. Но дочка решила, что она не хочет спать в обычное своё время и уснула очень поздно, прям вот чуть ли не за полчаса до встречи. Соответственно, мы с ней остались дома, а муж, соответственно, уже поехал смотреть квартиру. Он, кстати, снял видео, поэтому дальше покажу небольшую нарезку из этой квартиры. Сразу такой спойлер. Квартира вообще не понравилась от слова совсем. Но, в целом, продуктивно прошла встреча, потому что мужу удалось поговорить с риэлтором, соответственно, как-то больше узнать о самой системе бронирования. Так что, в принципе, всё прошло неплохо. Квартира вообще не соответствует картинкам на сайте. По всей видимости, фото были сделаны задолго до того, как сюда вообще, в принципе, въехали жильцы. На фото, конечно, было понятно, что мебель не самая современная. Но вот состояние квартиры было очень сложно оценить. Как видите, вообще не фонтан. Ищем дальше. Вы не поверите, но мы идём на открытие рождественской ярмарки. Вообще, сейчас середина ноября, и сегодня будет открытие рождественской ярмарки, где зажгут ёлочку, и начнётся этот волшебный период ожидания Нового года. Последний раз на рождественской ярмарке я была, наверное, в Вене в 2013 году. Поэтому была несказанно рада тому, что мы сможем попасть на ярмарку до нашего отлёта в Россию. Олени, кстати, тоже очень понравилась атмосферная музыка, карусельки. Ну, в общем, получилась такая маленькая радость и море впечатлений. Народу, кстати, было очень много, но при этом было достаточно комфортно находиться на ярмарке. Никто не толкался, не ругался. В общем, можно сказать, что они все молодцы и очень хорошо всё организовали. На ярмарке продавали еду, горячительные напитки, но без этого в Шотландии никуда. А через несколько дней, кстати, обещали открыть уже часть, где будут продавать всякие хендмейд-штучки. Здесь, кстати, все очень ждут и отмечают именно Рождество, которое проходит 25 декабря. А вот Новый год он уже идёт по такому остаточному принципу. Сегодня зажгли главную ёлку в Эбердине. И представляете, она настоящая, и привезли её аж из Норвегии. Всем привет! Сегодня уже следующий день. Вчера очень поздно вернулись с ярмарки. И на самом деле немножко такие смешанные впечатления, потому что вроде бы ноябрь, снега нет, а уже есть ярмарка. Возможно, мы просто не привыкли к такому. И поэтому такие немножко смешанные чувства остались. Но в целом, конечно, немножко больше стало новогоднего настроения. Посмотрели огонёчки, поиграли, покатались на карусельках. В общем, было здорово. Ну, а сегодня уже, кстати, в воскресенье в моём инстаграм пройдёт прямой эфир с моей подругой, которая сейчас живёт в Кувейте. Мы сравним две страны, Шотландию и Кувейт. Где-нибудь здесь оставлю ссылку на свой инстаграм. Поэтому, если вам интересна эта тема, то обязательно заходите в мой инстаграм, подключаюсь к прямому эфиру в воскресенье по Москве в 17.30. И буду ждать вас. Так что приходите. Спасибо, что были в этот влог со мной. И встретимся в новых видео. Пока-пока.